Хотел бы поделиться основными тезисами, что у нас ожидают аналитики Сбербанк CIB на 2024 год, какие выводы для меня на самом деле очень интересные. Что же можно ждать обычному частному инвестору в 2024 году от облигаций, что ждать от акций. Мы наблюдаем в 2024 году уникальную возможность, когда акции, во-первых, могут перекрыть в своей доходности и банковские депозиты, и облигации, и самое главное, именно акции позволяют закрыть сразу три вида риска. Виды риска это валютный риск, процентный риск и риск глобальной мировой рецессии. Смотрите данное видео до конца, мы сегодня про это. В 2024 году валютный риск сам по себе он присутствует. Он присутствует по той простой причине, что если курс доллара будет расти, весь импорт будет дорогим. И количество импортных товаров, которые мы в этом случае купим через год, будет меньше, чем мы можем их купить сейчас. Валютный риск требует управления. Соответственно, им требуется управлять. Когда ты покупаешь только акции, да, частично валютным риском ты управляешь через то, что более 50% акций, входящих в индекс МВБ, это экспортеры. Затраты несут в рублях, в слабой валюте, выручку получают в долларах, в более сильной валюте. И от этого у них растет чистая прибыль. И из этой чистой прибыли, из выручки платятся НДПИ, акцизы и другие поступления в бюджет. Оставшиеся чистые прибыли перераспределяются акционерам. И ты защищен тогда в плане валютного риска. Можешь защититься от валютного риска. Или через покупку экспортеров, или через покупку замещающих облигаций, или через покупку золота. Вот лично я выбираю, что если я хочу защитить свой валютный риск, защититься от валютного риска, у меня должны быть в портфеле и золото, и замещающие облигации, и акции. Окей, все плохо. Совсем плохо. Если все совсем плохо, цена на нефть упала. Ввели санкции, Россия не может продавать нефть. Окей, какую-то часть нефти газа все равно сможет продавать. Входы-выходы найдут, серый флот будет работать. Тогда курс доллара должен быть 150. Акции, например, упали, отыграли, не успели отскочить. Курс доллара 150, а акция опять падает в цене на 50%. У меня есть замещающие облигации, которые у меня куплены при курсе 90-88. У меня есть золото, которое куплено при курсе 88-90. Соответственно, там рост в два раза доллара приведет к тому, что у меня облигации замещающие. Золото вырос в цене в два раза. 60% условно у меня выросло в два раза, и 33% у меня упало в два раза. Какова итоговая доходность моего портфеля? Да, наверное, меньше, чем если бы я просто доллары купил. А если не будет этого коллапса? Флаттеры, что будет с процентной ставкой? Пока многие ожидают, что снижение на конец года процентной ставки в район 11-12%. Как это повлияет на акции? Замечательно повлияет, потому что тогда доходность облигаций упадет. На облигациях я уже заработаю, акции станут более привлекательными, они опять у меня вырастут. То есть у нас получается, что на 2024 год акции являются хеджирующим инструментом как валютного риска, так и процентного риска. За исключением того, что если все-таки процентная ставка будет расти, но процентная ставка опять будет расти за счет чего? Она будет расти только в случае, если будет доллар крепкий. Потому что у нас в инфляции как раз-таки доля крепкого доллара значительная. Опять у меня это компенсирующий механизм. Есть за счет акций, за счет золота замещающих облигаций. Таким образом получается, что вообще без какого-либо геморроя человек может по итогам 2024 года получить реальную доходность плюс 10-15%. Но когда он размещает все свои деньги исключительно на депозиты 15% он хеджирует себя от одного риска. То есть валютный риск вообще никак не защищен. И поэтому я опять-таки говоря о том, что прогнозирует тот же самый Сбербанк, АТО и другие инвестиционные дома, призываю вас, друзья, хотите посмотреть полноценное видение на эту ситуацию, что делать со своим портфелем в 2024 году. У нас есть 6-часовой запись конференции, на котором мы это разбираем. И все эти первоисточники, которые есть, вы можете получить. Ссылка в описании под данное видео. Проходите, забирайте, формируйте собственный инвестиционный портфель с реальной доходностью в районе 15% с поправкой на инфляцию. И вам в принципе все равно, что будет с инфляцией. Мы говорим про реальную доходность. Опять-таки порядка 15-20% вы сами можете управлять долями. У вас разный возраст может быть, у вас разная склонность к риску может быть. Кто хочет консервативный, будет вам больше стабильности. Кто хочет более агрессивный, будет большая доходность. С защитой от валютных, процентных и глобальных геополитических рисков. Описание ниже. Проходите, забирайте. При этом, если говорить о том, что нам ждать по доходности фондового рынка, индекса Мосбиржи. Базовый сценарий, мягкая посадка, реальная доходность 17%. Если будет рост бюджетных расходов, доходность индекса Мосбиржи 12%. Жесткая посадка, доходность 13%. И замедление роста мировой, всей мировой экономики. Тогда вы получите в индексе ММВБ минус 11%. Опять же, компенсация вот этого глобального риска рецессии. Возможно, через инструменты с фиксированным доходом. Эти инструменты разбираем у нас на конференции. Если понравилось видео, поделитесь с друзьями и знакомыми. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok